Всем привет, мои хорошие! С вами Геймили. И сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. У нас сегодня с вами роллы. Неудачные роллы. Потому что они, можно сказать, превратились в кашу в процессе транспортировки. Но что поделать? Не выбрасывать же добро. Поэтому решила покушать. И вот эти вот неудачные я решила немножко сзади их положить, чтобы вам не бросалось в глаза. Давайте приступим. Я так соскучилась по ровам. Опять. Вкуснятина просто. Запеченные вот эти. Это вообще моя любовь. В темпуре красота. Вот эти обычно, кстати, они готовят помельче. В этот раз прям крупные. Макаем в соус. И хотя бы первый должен пойти, чтобы я хоть как-то разговаривала с вами. Как же вкусно. Так. Продолжаем, ребята. Не теряем ни минуточки нашего драгоценного времени. Какой же следующий? Вот эти, кстати, в этот раз очень даже крупные. Здесь внутри с рыбкой. Сыр, огурчик. Вау. Вау. Бомба. Просто бомба замедленного действия. И давайте сегодняшнее видео целиком и полностью посвятим вопросам. Я оставила опросник в своем инстаграме. Кто подписан, тот знает. Я оттуда выбираю интересные вопросы. Мне очень понравился этим вопросом. Были ли такие случаи, где ты была на волоске от смерти? Вот на этот вопрос, кстати, я никогда не отвечала. И про эту историю вроде как никогда не рассказывала. Однажды я лежала в больнице. И ко мне подключили капельницу. И там была медсестра, которая смотрела, чтобы лекарство шло вот правильно по вене. И в какой-то момент лекарство закончилось. Я не знаю, насколько это безопасно. То есть возможно ли от этого умереть. Не знаю. Потому что я не медик. И я в какой-то момент заметила, что лекарство уже закончилось. И потихонечку по этой трубе шел воздух мне в вену. Я попросила девушку позвать медсестру. Она просто скоростью света побежала. Пришла медсестра. И она быстренько отсоединила. Я в тот момент ребенком была. Мне было 14 лет. Я не знаю, насколько это опасно. И можно ли от этого умереть. Но чтобы я не наводила панику. Медсестра сказала, что это ерунда. Там все равно воздуха не было. Если такое повторится, ты просто сама возьми и вытащи из вены систему. И все. Не парься по этому поводу. Не знаю, насколько это опасно. Напишите, пожалуйста, в комментариях ваше мнение. Однажды в России я шла по улице. А кто живет в России, тот не даст мне соврать. Там бывают такие сосульки. Я иду-иду. И сзади меня упала огромная сосулька. Возможно, если бы эта сосулька упала бы мне на голову, меня бы сейчас здесь бы не было. То есть одно дело маленькое, а другое дело огромное. И куча случаев было, когда люди реально умирали от того, что просто сосулька с крыши упала, и человек просто умер с отрясением мозга и смерти. Еще был такой случай. Мы с братом ехали на папиной машине от дяди домой. И получается, что девушка хочет перейти дорогу, стоит посередине дороги, с этой стороны едут машины вот так вот, а с другой стороны вот так. На полдороги прошла. И вот две полоски. Она стоит на этих полосках. Едет какой-то парень, такой, знаете, автохулиган, так скажем. У нас таких раньше вообще много было. На советском автопроме прям переделывают машину и начинают ее долбать везде, где можно. И этот парень хотел понтануться, видимо, перед этой девушкой, да? И как-то так опасно проехать, чуть ее не задеть. Вот что-то такое, да? И так получилось, что он ее задел, причем очень сильно. Не знаю, как так получилось, но девушка прям несколько раз крутанулась в воздухе и упала прям на асфальт. Прям это было перед моими глазами. Было лето. Я, как сейчас помню, как эта девушка была одета. Она была в таких шлепанцах. Один из шлепанцев вообще был 100 метров дальше от нее. Настолько серьезный был удар. И как я поняла, она умерла. Хотя фиг знает. Мы вышли из машины, предложили нашу помощь. Парень взял девушку, затолкнул к себе в машину и сказал, что я еду в больницу, отвезу ее. Она еще жива. Ну, был просто такой удар, прям серьезный удар. Конечно, не хочется, чтобы это была смерть. Но со стороны это выглядело так. Это советский автопром. Это механика. Управлять сложно подобным автомобилем. Вот нафига тебе понтоваться сейчас перед какой-то девушкой. Этих автохулиганов просто было очень много раньше. Сейчас все ездят на нормальных тачках. И никому не нужны проблемы. Зачем? А раньше прям все горели этим. Покупали какие-то Нивы. У парня дорогая машина. И еще плюс одна Нива, которую он просто долбает туда-сюда. Ее не жалко. Там, не знаю, дрифты, все дела. Я не особо разбираюсь. Но, к сожалению, такие вот последствия могут быть. Прямо перед моими глазами это произошло. И видно было, что парень прям, знаете, пытался как-то понтануться перед девушкой. И сбил. Девушка с такими кудрявыми волосами. Не знаю, чем закончилась история. Много людей было. Толпа прям. Каждый пытался как-то помочь. А больше каких-то случаев, когда прям мне повезло и я осталась жива, такого не было. Может было, я просто сейчас не вспомню. Много людей. вот просто оно надо было ему на пустом месте ехал к себе домой раз вот такая вот ситуация поэтому на дороге нужно быть крайне аккуратными пусть даже ты приедешь через полчаса они через 15 минут но зато ты приедешь живой у меня дедушка мамин папа пусть земля ему будет пухом но он был очень очень терпеливым человеком на дороге он всегда очень аккуратно водил машину все-таки машина скорость это все опасность когда я училась на первом курсе у нас был старший курсник я его даже в глаза не видела но так рассказывали летом он разбился на своей машине и умер был единственный сын представляете у родителей не дочки не сына кроме него не было следующий вопрос а а вы делаете маникюр другим девушкам или только себе занимаетесь ли вы этим профессионально нет конечно у меня просто нету на это время я только себе делаю это не всегда успеваю сейчас мне нужно переделывать например педикюр на это у меня времени нету к сожалению вот поэтому нет никому не делаю тем более за эти годы пока я не делала я уже как будто разучилась раньше я девчонкам делала но сейчас такого желания и честно нету и самое главное нету временем вчера должна была успеть закончить все отчеты потому что 31 число месяц закончился я не успела наверное в этом месяце будет меньше роликов потому что к сожалению я откладываю свои дела на работе я занимаюсь ютубом потому что это приносит мне такой кайф но это плохо влияет на мою работу поэтому я думаю что роликов будет чуток поменьше но я думаю что вы меня поймете как только улажу все дела с работой так сразу вернусь в прежнюю форму на этом все мои хорошие я вас всех очень сильно люблю с вами лайка эмили я что-то наелась я сегодня столько конфет съела помните в инстаграме я вам показывала не тофи по-моему называются очень вкусные конфеты прям наверное штук семь съела и вот эти вот сладкие конфеты как-то убили во мне аппетит я вас всех очень сильно люблю подписывайтесь на мой канал всех люблю всем пока вотISS